Всем привет, мои маленькие любители киберспорта. Поздравляю вас с началом учебного года. Все мы пошли в школу снова. Лер, в какой класс ты пошла? Пятый. Короче, мы сейчас покупаем Паттл Пасс сотового левела. Его открываем, показываем все ништяки. Я вам даю свою экспертную... Я вылез из кадра. Я вам даю свою экспертную оценку, как человек, который избирается в доте и в пиве, а Лер дает свою экспертную оценку, как человек, который избирается в 3D-моделях и в иллюстрациях. Вот, собственно, и все. Поехали смотреть. Да, и в конце, если что, все про розыгрыш Баттл Пасса, там, 50-го левела, начальный Баттл Пасса. В общем, розыгрыш огромный. В конце досмотрите, расскажу, как поучаствовать. Поехали смотреть. Я еще вообще ничего не видел. Уже час ночи почти. Сейчас уснул. Поехали. Розыгрыш с Валдисом Пельшем. Начнем с того, как переводится Баттл Пасс. Битвенный проход. Блин, это реально стоит настоящих денег. Типа, билет. Ну да, ты думала. В смысле, я думала, там только штучки нужно покупать за деньги, а не билет. Так, ладно, погоди. Чтобы вот это, как левела, прокачать все, давай я тебя сейчас удалю из кадра и пацанам поделюсь, как бы, инсайдом, как заработать нормально себе левелов и покачать Баттл Пасс без, там, лютого доната. Так вот, значит, дорогие мои, я там подсмотрел. Фейслес Вайдан можно получить за 495-й левел. И у меня для вас есть решение, как выгоднее прокачать Баттл Пасс при помощи Тести Дроп. Начинаем с того, что вы залетаете на сайт Тести Дроп, вводите мой промокод SEREGABP2022, вводите сумму, получаете 15% к депозиту, а еще и бесплатный кейс. Поехали. Далее на сайте ты можешь перейти к сундукам, которые приводчены к Баттл Пассу 22-го года. И тут, в каждом из них, ты можешь выбить себе как левела, так и непосредственно арканы напрямую. Так вот, примерно кейс за 99. Не левел Баттл Пасса, но тоже приятно, давайте дальше. У этого кейса, если что, есть мультикасс, так что вы за одно открытие можете залутать себе 2-то и больше. Так, за 99 нам выпало 3 Баттл Пасс левела. Но в целом, за сколько купили, столько и получили. Ну и давайте третий раз еще откроем, посмотрим, что нам дропнется за 99 рублей. Ну и еще пара левелов, но учитывая наш первый дроп с шмоткой на инвокера, мы вполне себе окупились. Давайте пойдем дальше что-нибудь откроем. Так, давайте посмотрим сундук за 300. Разора Аркана называется, поехали. Мультикасс у этого кейса тоже есть. Так. Эта шмотка, кстати, стоит далеко за 300 рублей, я уверен. А, нормально, поехали. Так, 11 левелов. 11 левелов это очень солидно, кстати говоря. Давайте еще разок третий. Давай, давай, хорошо. Сюда Аркана на течса, кайф. Что, опять эта штука? Нет, 24 левела. Ну хорошо, у нас в сумме уже 50 плюс левелов, отлично. Так, ну и куда же без сундука с безликой Арканой таскать? Давайте. Она стоит 499. Замечательная сундучина. Так, это 24х2. Это сколько получается левелов? 48. Неплохо, спасибо большое. Давайте еще пару раз. Так, во второй раз нам выпали брайсерочки на Энигму. Неплохие. В целом тоже плюс. Небольшой, но плюс. Так, давайте и ласточку откроем. Ну, это не очень окупилось, но в целом, учитывая то, что нам в первый раз дропнулось 24 плюс 24, это очень много. Так, итого мы открыли сундуков на 4500. Нам выпало левелов батл пасса на 2800. И еще поверх этого шмоток почти на 4000. То есть в сумме мы очень неплохо так окупились. Но это еще не все, потому что эти шмотки можно заапгрейдить. Так, например, я хочу огненный хук на пуджа. Очень хочу. Давайте, накидываем шмоток на рублей, давайте, 500. Ну, 700, чтобы был шанс. Вот, почти 50 на 50. И жмем апгрейд. Давайте. Пальчики скрестили. Ха, сюда. Вот. И таким образом вы можете получать не просто какую-то рандомную шмотку из сундука, а получать ту шмотку, которая вам необходима вот на вашего сигнатурного персонажа. Так, но перед тем, как мы пойдем открывать 100 замечательных уровней батл пасс, я напоминаю. В закрепленном комментарии тебя ждет ссылка на тесте дроп. Там же забираешь мой промокод на 15% к пополнению и свой бесплатный кейс. Ну и, разумеется, досматривается выпуск до конца, потому что в конце разыграют 10 разных батл пассов. В общем, приятного просмотра. Я пропустила. Чел из пиратов Карибского моря. Ну, это типа похоже, да. Но он больше похож на Faceless Light Dice из первой доты прям. Он был такой подводный чувак. Да, я согласна. Согласна, да? Помнишь, как это было? Ну, вообще очень красиво. Посмотри, какое прикольное это отражение от кожи. Что вот как ты камеру поворачиваешься, как свет падает, так он отражается вот таким вот голубеньким. Очень красиво. Голубенькое есть в нем, да, немножко. Так, хорошо. Давай я нас снова переместил. Ну, вообще, честно говоря, я, знаешь, что я не люблю? Он сам по себе фиолетовый вообще по жизни. И хотелось бы, конечно, чтобы были какие-то, ну, другие. Так, самое важное, как выглядит у него хриносфера. Хриносфера красивая. Во-первых, да, мне нравится дырка в спине. Не, ну, погоди. Честно говоря, я помню, что точно была какая-то, какой-то сет в 2015 году, который такие же, такую же бороду ему добавлял, но анимацию у него. Не, ну, он абсолютно как в первой доте. Он абсолютно как в первой доте, как в Варкрафте, вернее, вот этот вот там был черепиздрик. Я его сейчас вставлю здесь где-нибудь на экране. Вот, вы поймете, о чем я говорю. Вот он абсолютно такой же, как он и был. Вот абсолютно такой же. Ну, вот мне, как человек, который ничего не понимает, кажется, что это очень красиво, и если... О, смотри, когда он башит, щупальца. И если ты перестанешь отдалять камеру, чтобы мы все рассмотрели его дизайн. Смотри, видишь, щупальца появляется. Да, прикольно. Как у Арбузика. Как у Арбузика. А, кстати, он косплей Тайтхантера, вы поняли. Не, ну, красиво. Ну, ладно, ладно, ничего не буду пиздец, красиво выглядит. Да, очень красиво. Ну, анимации, анимации очень крутые. Сама концепция того, что он Ктулховый и такой подобный, ну, не могу сказать, что мне прямо это нравится. Но это, опять же, на любителя. А кто он по жизни вообще до этого был? Ну, он вообще, он останавливает время. У него есть хроносфера, которая останавливает время внутри. И можно было бы придумать что-то со временем. Прикольно, не знаю. Часами его обвесить? Ну, как минимум, ну, не знаю. Или вот он фейслес, да, типа, у него нет глаз. Можно было бы сделать, он ставит хроносфера, у него глаза появляются. Представляешь, вот это было бы круто. А, я хотела пошутить про то, что у меня есть хромосома, которая останавливает время. Фейслес вайдом, мы поняли. Ух ты. А, это я уже видел. Ну, короче, скажу так, анимации прям суперкрутые. Все остальное спорное, можно подумать. Так, вот эти еще не вышли. Это личность на фантомку. Она была женщиной, стала мужчиной. Пока непонятно, как она выглядит. А, это у нее детородные ляжки были? А, у них у всех, по-моему, там у женщин какие-то проблемы. А, это Кристал Мейден. Прошу прощения, что я вас приваю. Это Кристал Мейден. Только она почему-то стала волком. Ну, наверное, ей дадут волк, она вряд ли станет волком. Ну, не важно, давай награды получим просто все наши, которые мы заслужим. У нас тут коллекция... Хомячок умывается, ты видел? Как тебе курьер? С точки зрения дизайна. Мне очень нравится. Во-первых, это безумно мил. Но мне нравится, что он какой-то полу-лев, полу-хомяк. Что у него вот такая вот гриллась. Блин, смотри, как ушки. Почему нельзя приблизить? Ой, я раскрутила. Смотри, как у него ушки делают. Ушки делают хорошо. Ну, вообще, анимации очень... Да, посмотри, как реалистично. У него даже вот здесь вот двигаются штучки. И пальчики. И пальчики. Между прочим, все критерии мои соблюдали. Смотри, ну, вообще, чем дальше ты прокачаешь этот батлпасс, тем больше у тебя будет стиль. И, видишь, это обычный стиль. Потом есть вот такой вот изумрудный. Видишь, у него... Ну, красиво. Jam of true sight. Да, ну, красиво. Слушай, в этом году как-то все, видимо, очень круто прокачались. Потому что прям очень здоровски сделаны дизайны и анимация. Ну, анимация с каждым годом все сильнее, да. Но я не могу сказать, что прям по дизайну они... Я просто вообще не помню, что было в 2000. Ну, мне как не знающему человеку кажется, что это очень... Я просто вообще таких хомячков не помню. Хомячков не было. Фейки. С рефрешером очень миленькие, да. Ой, смотри, грибочек там. Он похож на оживший ботат. Нет, что здесь? Капуста. Это же ожившая капуста. Не, ну, хорошо. Курьер очень приятный. О, красиво, да. Бурундукоподобный. Хомяка-бурундучий. Да, очень клёвый. Крюшинка? Да. А где он, гном, гномыч? Окей. Давай найдём, где Трюшинка. Мы сейчас найдём ему, гном, гномыча. Так, получить эффекты телепортации. Боря, а знаешь, кто выглядит, как вот эти вот смешные мужчины в масках с мексиканских боёв, вот эти вот... А, типа Рэй Мистерио? Да. А где был такой вот? Он был очень популярный. Да, это сундуки с сокровищницами. Давай смотреть. Это прям сеты. То есть тут фулл затар. Не одна шмотка, а много. Дагестанский мужчина? Что это такое? Почему? Это сет дагестанского мужчины. Ой, полетела. Прошу прощения, заранее у всех. У всех дагестанцев? У всех дагестанцев. Ну, ничего особенного. Ну, только анимация топоров красивая. Он выглядит, как из другой игры, в которую ты играл, где пиздюк с отцом ходит. Годов вор, да-да-да. Отец его ненавидит все это время. Он выглядит, как батя. Симулятор русской семьи, блядь, это называется игра. Вау, офигенно. Я обожаю, когда что-то делают. Блин, как же все-таки вот японская стилистика... Везде подходит, да? Она просто все украшает. Посмотри на эту маску. Типа это какой-то там йокай местный у них есть. Очень круто. Мне прям очень нравится. Я обожаю все, что вот в такой стилистике. Поверни, поверни. Это вот этот вот хвост-брелок, который носят все девочки странные у себя на рюкзаке. А, да, вот этот, да. Который с салли такой пыльный. Все понятно. Спиздили из Властелина Колец. Ну, кстати, он очень Властелина Колецовый, реально. Абсолютно. Он очень похож прям из доты, из первой, типа из Варкрафта. Они соединили, короче, мечника просто Альянс с этим самым. Не помню, как там юнит назывался. Блин, ну ты знаешь, мне кажется, он очень олдскульно выглядит. За счет еще анимации, что он такой достаточно статичный. Но при этом у него что-то происходит. Ну, то есть, вижу, у него не двигается голова и шея. Мне кажется, прикольно. Ну, он выглядит довольно смешно. Он как будто из какой-то мобильной игры, знаешь, дебилей. Не-не-не, он знаешь откуда? С каких-то мультиков из начала двухтысячных. Вот эти вот злодеи в Человеке-пауке, где у них дебильная озвучка. Да-да-да-да. Он похож из Джуманджи на Робина Уильямса. Это чисто из Джуманджи он вылез. Ребят. Ребят. Ну, не знаю, но Манки Кинг в стилистике джунглей, мне кажется, ну, это, типа, банальнее только. Только, я не знаю, давайте мы, Crystal Maiden, сделаем еще один новогодний сет. Типа, ну, хуй знает. Вот сет из древней Греции. Пусть он будет теперь этим самым. Как он? Не Персей, а как его? А Персен. Гермес. Гермес, да. Это Гермес. Это Герметь. Это Гермес. Блин, ну вообще... Да говно, говно, я считаю, что это говно. Ну, на Зевса все шмотки такие. Не, ну просто шмотки отстойные, но я хочу сказать, что я уважаю всех людей, которые работали над всеми штучками. Потому что мне кажется, что это большой труд. Я даже не представляю, как такое можно сделать. Голова красивая, надо признать, прикольная. Все остальное... Ну, просто у нее все платья, но розы прикольные. Розы прикольные. Роза хутор. Ну, я сейчас... Сука. Не надо было записывать ролик в час ночи. А у нее еще и духи есть. Подожди, это с прошлого года. Ну, они всегда так выглядят, низкополигональные. Я помню просто вот эти розы. Ну, да, да, да. Лоу-полли розы. По-моему, даже цвета не изменились. У нас был даже видос, где мы говорили низкополигональные розы. Лоу-полли розы, да, мы так и говорили. А, вот такой? Да, вот такой. Блин, очень, кстати, прикольно. С бородой мы лучше, да? Да, очень круто выглядят. Ну, это редкое, видишь, редкое. Ой, вот так он выглядит, когда он культимейтинг. Блин, вот это очень круто. Ну, мне нравится то, что они здесь очень прикольно поиграли с цветами в двух формах. То, что он посинел, типа. И детальки такие прям симпатичные. Ну, тут надо признать, что в этом половина шмоток в этом, как это называется, в сундуке неплохие. Неплохие. Ой, бля, куда я нажала? Да, неважно, давай. Простите. Так, очень редкая. Это медуза, которая... Какая медуза? Это улитка, посмотри, вот ее глаза, вот ее хвост, у которого она ползет. Это мисс Слизень. Слизень? В смысле? У улитки вот такие тут глаза такие. Это змея, видишь, у нее ведут ей. Нет, это мисс Улитка. Ну, ей сделали приятную мордочку, потому что у нее лицо было некрасивое всегда. А тут она прям секси бейба стала. Волосы классные. Марсу очередной центурионовский вот этот сет. И почему она невероятно редкая, непонятно. Ну, потому что обычный центурионовый вот этот вот его... Я думаю... У нее все сеты такие. Одно из вот этого. Я хочу вот эту, если честно. Девочку? Ланая? Ну, она мне больше всех на самом деле понравилась. Ну, мне понравился вот этот, но я бы очень хотела вот этот. Ну, я бы хотел Разора себе выбить. Давай, поехали открывать. Играть? Дагестанца? Хорошо. Дагестанский, Москва. Открыть еще. Теперь я открою, и мне сразу выпадет Разор. Нет, ну я хочу девочку. Девочка выпала. Что? В смысле? Как ты это делаешь? Я нажал просто скипнуть анимацию, и выпала девочка. Так, кудах-кудах, слонгудок. Ну, это все вот эти штучки, понятно. Звуки колеса чата. Пинги по-другому выглядят, понятное дело. О, смайлики. Смайлики мы получили. А это что? Это другая какая-то трэжерка, еще одна. О, это какие-то огненные мальчики. Мне кажется, мы всех этих сетей где-то видели. Ладно, давай еще раз пройдемся, давай еще раз пройдемся. Берсерковый. Выглядит как кроссовок Баленсиага. Слишком много напиханных, да? Ничего не понятно. Ну, типа, знаешь, все такое вот объемное такое вот. Ну, прикольно. Ну, мне нравятся цветовые сочетания. Ой, смотри, какие у него прикольные все лоскуты вместо крыльев. Лоскуты прикольные, все остальное... Ну, он тоже властелиноколецовый. О, очень властелиноколецовый. Так, Лайан, как тебе выглядит? Как тебе его фиолетовые лапки? Красиво. И персня? Персня очень. Мне вообще нравится, что у всех у них есть какие-то аксессуары, по типу сережки, персень, деслеты. Они вообще матросексуальные мужчины. Да, мне это вообще очень нравится. Они очень любят украшения. Вот у него в два ухи этих кольца и в другом ухе два кольца. Очень симпатично. А почему он так стоит, как будто он тычет меня своим хозяйством? У него гиперлордоз, только в обратную сторону. У него рахитный мальчик. У него, видишь, коротенькие лапки. Слушайте, соболезную. А, я знаю. Это ты? Это в нем дед сидит? А, не добавили. Помнишь, вот это мы выбирали? То, что 3-2-2. Да, это легендарный. Подожди, это ты в нем сидишь или нет? Или это другое? Нет, я в другом, я в Тимберсо сижу. А, точно. Так, Коги. Ну, хотя бы 3-2-2 добавили, спасибо. Смешно. Ну, прикольный. Торическая попка. Павуки из засадок. Ну, у нее паучьих сетов миллион, на самом деле, прикольных. И учитывая то, что Бруда это вообще персонаж, так сказать, не для самых порядочных людей. О, это... О-о-о. Что ты хотел сказать? Да лень мне уже. Блин, ну прикольно выглядит. Ну, он выглядит очень брутально, очень страшно. Он выглядит как какой-то зерг из какой-то, я не знаю, блядь, из другой планеты. Да. Фильм Дрожь Земли, он напоминает. Ну, я думаю, что если бы я брала инопланетную собаку, она выглядела бы так. Бэтрайдер верхом на грифоне. А почему он Бэтрайдер? Где его Бэт? Ну, Бэт, у него не Бэт, у него грифон здесь, видишь? Но Бэт это же... Ёбаный в рот этого. Нет, смешно, то, что он джинни, он синенький стал. Да, прикольно. Это прикольно, реально, это круто. А где его попугай? О! Это и есть попугай, да? Да, понял, типа реально как в Алладине. Но у него Ара не мог превращаться в такого огромного. Ты откуда знаешь, что мог его Ара? Я спрашиваю, Лара. А что не мог его Ара? Очередной... Ммм, давайте Зевсу. Давайте Марсу еще один Центурионовский сет сделаем. Вот с такой вот Аракезом, блядь. Ну, что это за хуйня? Ну, мне такое не очень нравится. Да это Савлупа, почему он опять суперредкий, Марс? Ладно, открываем. Ну, наверное, мне кажется, это очень много не нравится. Бля, хоть бы не он. Я хочу Клакверка. Я хочу... Вот этот мне нравится. Ну, ладно. Будешь играть на Пускаре. Маленький паук выпал. Ну, ладно. Я думала, реально, типа... Микропаук. Играешь за микропаука. Нет, там была опция выбить Большого Паука, но мы так ужасно сыграли, что нам дали маленького, типа, утешительный приз. Так, баблзы сезонные осталось. Это что-то можно нажимать. Я обожаю баблзы сезонные. А это что? Это сезонная граффити. Сезонная граффити. Так, это граффити котиков. Ну, это понятно. Котики всегда вот это. Там еще какие-то сокровищные. Ой, еще смайлы. А ты вообще используешь все вот эти вот темы? Ну, смайлы иногда использую. Но вообще, в целом, я не большой любитель писать в чат. Я сразу кнопку G нажимаю и говоришь, кого я там трахал. Вот это основная сокровищница. Здесь дается не комплект, а одна шмотка, которая много чего изменяет. Вот, которая добавляет анимацию. Видишь, обычный кентавр, и у него вот этот вот горн есть. Но анимация у горна прикольная. Да, прикольная, здорово, ничего не могу сказать. Так, Венчантрас. Очередные крылышки Fairy Tales. А, это женщина. Красивая. Она женщина-казалер. Красивая. О, как красивая. Бабочки красивые. Блестят, симпатичные. Вот мне нравится, переливаются. Но мне больше привлекло там внимание белка какая-то. Белку мы сейчас дойдем. Просто я что хочу сказать. Это очень тупо то, что, ну вот, у кентавра брутальный горн, потому что он бежит, а у нее Fairy Tales. Можно было, наоборот, ему сделать Fairy Gorn, такой, с бабочками, а ей добавить, ну, блядь, шипы из задницы, которые убивают людей. Я надеюсь, люди, которые это создают, посмотрят это видео и в следующем году мы увидим шипы из задницы. Так, у девочки хвост. А, это я помню по ее стойке и изумрудным лосишкам. О, смотри, как там прокрутили, смотри, ничего. Да, у него там шарик. Смотри, ничего. Смотри, ничего. Ну, анимация, кстати, шарика прикольная. Да, прикольно. Это вот эта вот, знаешь, такая змея, которая вот так. Из, да, из деревяшек, да-да-да-да. Так, мипа, ну это вообще срань какая-то. Я слышала, что это не герой. Он так выглядит, но видишь, что ему добавили часики. Бля, а ты в курсе, что это просто гипермаскулинная копия какой-то вот это вот опоссума, блядь, из ледникового периода, с которым женщина-мамонтиха ходила, два брата там было. Или который их в джунгли повел. Понял, понял? Да, да, да. Реально, это вот в последнем ледниковом периоде он их в джунгли вел к динозаврам. Ну, я не знаю, вот эти стимпанковские шмотки уже можно какое-то что-то прикольнее придумать, чем стимпанковские шмотки. Ладно, тут теперь ей дали золотой хвост, золотой горн, разумеется, дать красный и золотой редкий, блядь. Вот, а у белки, видишь, у неё вместо арбалета лютня или гитара, не знаю. Но прикольно, арбалетная гитара прикольно выглядит. Мне нравится белка. И второй стиль. Да белка-то похуй с ней. Так, ну хорошо, открываем. А, ну понятно, то есть ты белкой всё равно пользоваться не будешь. Да буду, буду. Но она не выпадет, это невероятно редко. Нужно открыть 200 тысяч. Нам выпала женщина. Можно белку? Да нет, чтобы открыть эту белку, ну шанс нулевой фактически. Змея дали. Ладно, сколько нужно доплатить? Нет, мы не потянем, Лер. 10 семейных бюджетов. Короче, проблема в том, что половина контента ещё не вышла. И типа ты обозреваешь, грубо говоря, две с половиной штучки. То есть у тебя есть одна иммортальная сокровищница, их по факту будет всего две. Обычно было в батл пассе их три. Вот. Потому что, ну, даже половина имморталок, которые есть вот в этой сокровищнице, они говёные. То есть на энчантовс никто не будет, ну хорошо, будет использовать там два с половиной человека. На кого там ещё? На темпларку? Ну, как будто насрать. Всё, обновление с Ти-Дота 2. Это мой любимый смех. Бр-бр-бр. Да бей-бей. Лера, ты понимаешь, что когда ты показываешь пальцем в экран, зритель не видит, куда ты показываешь? Так мышка у тебя. Ну, неважно. Я тебе показываю, чтобы ты показал мышкой. А, всё, понял. Тупица. А, теперь совсем не открывается? Тогда был ход ошибки номер семь. Сейчас перейдём. Ну, ладно. Загрузочный экран. О, загрузочных экранов вот побольше. А это что? Это какая-то сигнальная ракета для катакомб. Ну, это опять же дрочи, чтобы получать как-то ловла и всё такое. Монета. Всё, мы всё забрали, что могли. Всё, она, конечно, всё загрузилась, блядь, спасибо. Чё у нас ещё есть? Сколько-то сокровищниц. Да, да, давай сокровищницы. А, я нажал пропустить, но он почему-то не пропустил. Ну, он что-то не пропускает. О-о-о, хорошо, нормально. Не, ладно, если разор выбит, то я давай. Да, он прикольный. Так, открыть ещё, теперь я. Да, мне вот сейчас редкий баланар выпадает просто сходу. Я хочу белку. Белки здесь нет. Я в целом. Так, ещё. О, у нас есть три штуки. Три штуки такие. Чё, мне нужен клакверк вот этот выбить. Подожди, а оно всё будет три из вот этой хуйни открывать. Ну, вот этот димогоргон я хочу. Может он хотел. Димопёс? Да. Ну, клакверка мне выбейте просто, пожалуйста. Нет, можно собаку? Собаку, 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 пожалуйста. Хоть бы выпала моя собака. Да блин. Клакверк, хорошо. Ну, клакверк прикольный. Ну, я хочу собаку. Собаку выпадет сейчас, не переживай. Да нет, сейчас какой-то говно. А, ну, в принципе, я знаю. Ну, либо леон, либо собака. Блин, мне хоть бы собака. Может, даже надо быть? Да, собака. Ты на ней будешь играть. На собаке. О, белка, белка, белка. Да нет, Лера, она невероятно редкая. Она невероятно редкая. Я считаю, сегодня должно повезти Сегодня мой день Твой день? Час 27 Сейчас на часах, если что Новый день, мой день Поэтому горн Ну фу, он урод Я хочу белку И ласточку Сейчас вот эта ланая выпадет Или мипа еще, мипа, да? Глазулик мой любимый Из того, что прикольного Вот есть насмешка на Тайтхантера Он падает и дает арбузы Вот эту хуйню я хочу Блин, это прикольно, реально Чтобы она просто была Торговая площадка 230 рублей Это значит, что можно купить за 230 рублей всего? Ну короче Честно сказать, честно сказать Я ожидал большего, как минимум, от Арканы на Вайда Чтобы она была целостно Ну типа, что-то прикольнее Ну я не знаю Как будто что-то не хватает Как будто ты ждал праздника очень долго А приехали твои родственники из Тамбова ебаные А ты их не любишь Вот типа такого, знаешь, ощущения? Праздник с привкусом говнеца Да знаешь, мне кажется Может быть просто из-за того, что мы Слишком долго ждали Этого праздника И мы уже устали Знаешь, как дети, которые Ну да Перебесились и устали Мы так долго ждали, что Выйдет эта штука Ты как будто это все видел же Миллион раз Нет, ну наверное А еще мне кажется Из-за того, что это нихуя не вышло Ну нихуя не вышло, да, правда Я помню, что мы там листали Прям долго 25 часов Оценивали какую-то херню Ну хотя бы вот Пучасы хомяки Ну ладно, за хомяка можно лайк поставить Я ставлю батл пассу пока Пока еще половина контента не вышла 5,5 из 10 Поэтому Guys Если вы не хотите его покупать Если вам впадло Вы сейчас Я опять же прогоняю уже Леру И рассказываю вам Как участвовать в розыгрыше И сколько батл пассов вы получите На Валерию можете подписываться Вот здесь ее инстаграм висит Да, подписывайтесь Ну а мы поехали с вами узнавать Как же все-таки Поучаствовать в розыгрыше Так, ну а теперь про розыгрыш Мы разыгрываем 5 батл пассов Первого левела И 5 батл пассов Пятидесятого левела То есть всего 10 победителей Это довольно много Все, что от вас требуется Лайк на это видео, разумеется Подписка на канал, разумеется Ну и в замечательном комментарии В своем вы должны написать Либо ссылку на Steam Либо свой Steam ID И все И собственно все Ну и чтобы поддержать это видос Можете отправить его своим друзьям Чтобы они посмотрели мою реакцию На замечательный батл пасс В общем, пишите в комментариях Помимо, так сказать, Steam ID Для розыгрыша еще свое мнение Что вам в этом батл пассе понравилось Какие штуки вы ждете от второй его части Понравилась ли вам Лера Понравилась ли вам я И собственно все В общем, любите маму Уважайте папу Не сидите долго перед экраном И гасите пораньше компьютер Всем удачи Всем пока